Продолжение следует... Это пациенты были как эйцетередуктивные, как и радикальные вмешательства перенесли. На данном слайде представлены характеристики групп больных. Я не буду отдельно останавливаться на частностях. Пациенты были... средний возраст составлял 58 лет. Чаще болели мужчины. По размеру опухоли у нас превалировали опухоли размерами от 4 до 10 см. Пациенты были чаще с отсутствием поражения региональных лимфоузлов и отсутствием отдаленных метастазов. Среди структур хирургических вмешательств преварировали нефрактомии, чем резекции. Лапароскопических вмешательств было всего 191 операция. По-видимому, связано с освоением методик, формированием хирургического опыта. Среди гистологических форм опухоли преобладал светоклеточный рак. Он составил 1900 случаев всего из 2000 и реже встречался хромофобный рак почки. Распределение по стадиям вы видите на этом слайде. Преобладали пациенты с первой стадии, затем шли пациенты с третьей, со второй и с четвертой стадии соответственно. Мы посчитали общую выживаемость в общей когорте у этих пациентов. Пятилетняя выживаемость составила 55%, десятилетняя 39%, что соотносится с опытами крупных хирургических центров. Затем мы посчитали предикторные возможности влияния на выживаемость различных факторов, такие как размер опухоли. Показал достаточно хорошую корреляцию размера опухоли. То есть в группе пациентов с размером опухоли 4 см и менее выживаемость была достоверно выше, чем в группах больных от 4 до 10 см и более 10 см. Также мы посчитали общую выживаемость в зависимости от стадии. Здесь также наблюдалась корреляция. В первой стадии пациента жили достоверно дольше. В зависимости от лимфогенных метастазов, это тоже общепризнанные и известные вещи. Мы также наблюдали корреляцию, что пациенты без поражения региональных лимфоузлов живут достаточно долго. Подтвердили тот факт, что наличие отдаленных метастазов существенно влияет на общую выживаемость у этих пациентов, и она катастрофически снижается. На этом слайде это представлено. А также гистологическая форма опухоли у нас также отметилась корреляция. Но получились интересные данные в том, что пациенты со светлоклеточным раком почему-то у нас живут лучше, чем с другими гистологическими строениями опухоли. Но это и показало достоверность в этом. Трудно объяснить, почему так получилось. Грейт опухоли по Фурман также показал корреляционные возможности в влиянии на общую выживаемость. Пациенты с Фурман 1 живут достоверно лучше, чем с более высоким баллом. Возраст также коррелировал с общей выживаемостью пациента. По-видимому, это было связано с наличием сопутствующих патологий, потому что до 50 лет пациенты жили в нашем исследовании дольше, чем в других возрастных группах. Объем операций также показал нам влияние на общую выживаемость. То есть пациенты с резекцией у нас жили достоверно лучше, дольше, чем пациент, перенесший нефрактомию. Доступ оперативный также показал выживаемость. По-видимому, связано с тем, что при выборе лапароскопического доступа у пациентов выбирались пациенты с более удобно комплиентными опухолями. Поэтому получили такие данные. Относительно безрецидивной выживаемости у пациентов также наблюдались по данным, выбранным факторам прогноза, хорошие результаты. Частота послеоперационных осложнений не превышала общестатистические. Я хотел вам удобно обратить ваше внимание на такое редкое осложнение достаточно. Это формирование артерии венозной фистулы. У наших пациентов это случилось всего лишь у трех больных. Касаясь вот этого редкого достаточно осложнения, особенно которое бывает после открытой резекции почки, не лапароскопической, когда можно адекватно свести паренхим, ушить дефект, данное осложнение встречается достаточно редко. Не стало исключением этот случай. Пациентка 60 лет оперирована по поводу первой стадии рака почки. Опухоль локализовалась в среднем сегменте. Была сделана резекция, пациентка выписана. И буквально через месяц она обратилась повторно с жалобами на боль в боку, периодически возникающая примесь крови и мочи, отхождение сгустков. Пациентка была обследована. У пациентки по данным СКТ было выявлено наличие артерии венозной фистулы, которая формировалась из сегментарной артерии почки в среднем сегменте. Она сообщалась с полостной системой и вызывала периодические кровотечения. Но по логике вещей, руководствуясь здравым смыслом, умом и знаниями, пациентка пошла на длинный круг обследования с сосудистым хирургом. Она прошла, в принципе, все отделения нашего города с одной лишь целью – возможность проведения суперселективной эмболизации этого сосуда. Ответ был негативный. Где-то не хватало опыта, где-то возможности, где-то понимания. И нам не осталось ничего другого, как выполнить реализацию данной зоны. Вот видите на СКТ, как выглядит эта самая фистула. Пациентка была повторно прооперирована. Включите опять видео, пожалуйста. Это интрооперационная картина, то есть самые фистулы, приносящие сосуд. Его было трудно обнаружить, потому что почка оперированная, и фистула глубоко была в паренхимии. Была визуализирована с помощью УЗИ. И выполнено включить еще раз видео, пожалуйста. Это уже СКТ. Через месяц, как видите, зона этой резекции без признаков лакунарного накопления контраста, фистула была устранена эффективно. Отдельно хотелось сказать о использовании у нас опыта ПЭД-центра, который у нас был открыт в 2012 году, в диагностике рецидива рака почки. Я напомню, что это не входит в действующие клинические рекомендации, и всем было достаточно интересно использовать его возможности. Эти клинические случаи, они разнонаправленные. То есть в одном случае ПЭД принес, польза в другом нет. Вот у этой пациентки, конечно, ПЭД с глюкозой не смог помочь нам в поиске рецидива, немножечко даже нас запутал. Это молодая пациентка с 41 года, оперированная по поводу рака, сетоклеточного рака почки, выполненной нефродреналоктомией, заброшенной лимфоденоктомией. В дальнейшем пациентка длительно наблюдалась у онкоурологов. И в марте 2014 года у пациентки был выявлен метастаз правоичник, выполненный ксерпацией матки с передатками, подтверждено прогрессирование. Но предыстория к этому всему была такая, что пациентка наблюдалась не только методикой КТ, но и выполнялась еще и ПЭД. ПЭД был с глюкозой. Так вот, пациентка, когда пришла на исследование, то вы видите на этом слайде, что правая почка у пациентки отсутствует. В малом тазу и в печени, в почке имеются очаги физиологического накопления радиофармпрепарата. А то, что вы видите метаболическую активность в тазу, она соответствует физиологической. А вот ниже картинка МРТ, она уже показывает наличие солидных образований в яичниках, в теле матки. И у пациентки изначально это было заподозрено даже не прогрессирование рака почки, а формирование метахронного онкопроцесса в виде рака яичников или рака тела матки. И пациентка была поэтому совместно с гинекологами и прооперирована, а получили прогрессирование рака почки. Но, как видите, ПЭД в этой ситуации нам не помог. А вот второй клинический случай, тоже использование ПЭД-КТ. У пациента мужчина оперирован по поводу рака почки в третьей стадии, выполнена ему лапароскопическая резекция. И в дальнейшем у пациента, по данным ПЭД-КТ, имелась вот такая картина. Видите, что в правой доле печени, поддиафрагмально, наблюдается очаг патологического накопления радиофармпрепарата. Пациент оперирован, у него выявлено, да, действительно, это имеется метастаз рака почки, что удивительно, он накапливал радиофармпрепарат. Это уже спустя 6 месяцев пациент прошел повторный ПЭД, и данных за дальнейшее прогрессирование у пациента не выявлено. Отдельно хотел сказать, что мы же все-таки периферийный регион, и у нас есть возможность направлять пациентов в Центральный институт онкологии для лечения особо сложных случаев. У нас, для нас бы огромной проблемой было это лечение рака почки с наличием тромбов 3-4 уровня. Но благодаря строительству, работе, он буквально через дорогу от нас находится, в Федеральном центре соединительной сосудистой хирургии, благодаря работе заведующего, благодаря работе главных врачей удалось достигнуть консенсуса в лечении пациентов данной категории. И в период с 2018 года по 2021 год нами выполнено совместно 5 операций с использованием аппарата искусственного кровообращения с тромбами в сердце, с различными видами комбинаций сосудистых операций. На сегодняшний день, возвращаясь к теме моего доклада, что было, что стало, на сегодняшний день, в принципе, мы располагаем всеми возможностями лечения пациентов с раком почки, начиная как от хирургического, так и лекарственной терапии. Сейчас коллеги дальше в этом отношении продолжат. У нас, в принципе, для этого есть. На выводах отдельно останавливаться не буду, можете их, в принципе, прочитать для экономии времени. Спасибо. Продолжение следует...